и еще раз привет и у нас в гостях сегодня тренер бизнес креативности практик фасилитатор автор иван диченко я сейчас расскажу с какой целью я вообще призвала ивана в эфир а я давно просила но сначала попрошу ваня представь еще себя пожалуйста сам потому что я знаю какая масса море у тебя проектов я последнее время привет друзья называю себя все чаще бизнес-методолог ставя фокус на изобретение новых подходов для решения бизнес-задач и дальше уже эти новые подходы могут превращаться в воркауты воркшоп в образовательные программы в фреймворке какие-то рабочие тетради ну и естественно с фасилитируемые сессии так что вот бизнес-методология все что туда попадает это все пожалуйста это применяется мне и это мне жутко интересно класс и и я хочу сначала ввести в контекст вообще покаяться почему мне так важно поговорить о креативном мышлении я перед креативным мышлением большом долгу вот буквально в 2011 году когда я впервые попала случайно на тренинг по развитию творческого мышления воображения и прочее прочее стал заниматься плюс-минус осознанно этим хотя я до этого работала в рекламе и я просто не знала что я занимаюсь развитием креативного мышления использую креативные всякие методологии ну так вот когда я попала туда и и например сейчас оглядываясь назад мне становится страшно от мысли чтобы было если бы я когда-то не вписалась вообще в эту тему и не стала ею заниматься не стала ею изучать потому что после этого я смогла сделать и резкий скачок и в карьере как как профессионал и в деньгах очень банально и практично и потом благодаря тем знаниям и вообще это даже не знание это по моему какой-то ну чик и другой сценарий мышления потом я благодаря этому создала свой бизнес и его развила и каждый раз это случалось в кризисах и я удивляюсь оглядываясь какую мне на самом деле например стрессоустойчивость и вообще устойчивость в отношении кризиса давала то чем я владела какими инструментами так что я просто какой-то фанатик креативного мышления прошу прощения за сленг и прочее прочее по моему я на своем пути заколебала стольких людей что вам надо креативное мышление креативное мышление что сейчас а сейчас уже наоборот я такая в состоянии но всех не спасти наверное креативное мышление нужно не всем и это будет мой первый вопрос если обрисовать черты человека которому ну правда но он не воспримет он не воспримет например наш сегодняшний эфир то какие у него черты будут я начну с другого не чаще приходится и мне кажется это как-то лучше работает определять контекст в котором креативное мышление нужно или не нужно прежде всего в бизнесе в каких-то делах каких-то решениях сложных оно нужно тогда когда вызов стоящий перед нами большой и по-настоящему сложный это может быть вылезание из глубокой так для эфира скажем вежливая яма в нормальное состояние то есть когда прилетел черный лебедь клюнул по голове вам лично вашему бизнесу или команде и ты в яме и нужно вылезать и вот это вылезает яма глубокая и тогда без креативного и системного мышления не вылезти другая разновидность этой ситуации это когда все в порядке но хочется гораздо больше да есть большой вызов челлендж какой-то большая цель и она стандартными мыслительными в том числе инструментами недоступно недостижимы и в этом случае тоже нужно креативное мышление то есть человек в яме или человек перед вызовом это вот два контекста в которых без креативного мышления не обойтись что же касается типажей людей и чтобы вот мы еще да как бы еще и наложили некий фильтр на нашего героя каким он не может быть ни в коем случае ну наверное это производная вот контекста человек без цели человек который не любит вызова избегает их человек который еще не проснулся человек который ну вот большей степени плывет по течению и его это устраивает и все в порядке вот ему это не нужно и он это не воспримет и и и и очень хорошо для всех и действительно хорошо да потому что например сегодня размышляя перед эфиром начав из мысли что блин креативное мышление надо всем но потом подумала на минуточку а может быть всем конечно может это быть как не знаю граната в руках или ну просто и я вообще сегодня собиралась сначала немножко провокативного такого маркетинга и провокационных продаж включить чтобы продавать саму идею креативного мышления и такая думаю ой я прямо изобрела новый метод потом думаю нет это же все таки опять снова метод из креативного мышления вот эти все перевертыши прям у меня и и я в долгу и благодарность у меня креативного мышления и одновременно с этим претензий потому что только придумаешь сам что-нибудь додумаешься потом смотришь а это же метод уже описано и к нему можно было гораздо раньше пойти я наверное у меня плохая новость для тебя это жену лесенки абстрагирования на самом нижнем этаже где все очень разнообразная и очень конкретная методов могут быть сотни наверное и фреймворков и так далее потом их укрепняем превращаем какие-то такие типичные приемы типовые приемы приемы можно тоже укрупнить и так далее и так далее вот наверху вообще я позеваю три четыре пять наверное может быть до семи и уж точно до десяти инструментов мышления наиболее абстрагированных наиболее таких широких укорененных человеке и ничего больше как кажется придумать нельзя ну вот просто потому что дальше уже это опирается на структуру мозга и на то как мы как вид сложились то есть возможно на других планетах у других цивилизаций другие другая логика другая математика возможно труд даже другая физика хотя физики говорят что не может быть наши селенные другой физики но возможно мышление может быть другим но все равно в какой-то момент упираемся просто в то как мы умеем думать и из чего наше думание состоит у нас есть синтез у нас анализ у нас есть сравнение у нас есть абстрагирование у нас есть детализация в общем этих супер крупных приемов очень мало поэтому ты можешь не переживать мне кажется каждый раз когда ты придумала новый метод скорее всего он придуман в том смысле что как бы у тебя гриб а грибница существует сама по себе ее не нужно выдумывать она просто существует и твой метод пророс как гриб но он часть большой существующей грибницы которая скрыта от наших глаз находится под землей и вообще же творческое мышление это часть инстинкта выживания насколько я помню насколько я понимаю потому что мы бы без него будучи возле костра и прочее-прочее даже бы не шили теплую одежку из шкурки это же творческое мышление воображение смотря как посмотреть мне кажется я бы может быть и наоборот мне кажется обратный тезис тоже верен что для выживания нам нужно повторение и следование за успешным опытом вот если возвращаться к пещере то ну как бы все тянутся к костру совершенно интуитивно и здесь думать не нужно нужно просто сесть поближе и твоя шансы на выживание повышаются и не надо думать не надо ничего переизобретать скорее я наверно связал бы креативное мышление с развитием мы бы не двигались вверх вперед ну или как там опять же привычно до развития видеть как движение вправо и вверх по крайней мере западных цивилизациях соответственно вот с этим наверное связано креативное мышление с изменениями с пробами хорошо вопросами тогда еще уточняющий одна из одной из заданий у морских котиков на выживание буквально но я его тракту как задание на креативное мышление и бросают связанными руками и ногами на 6 минут глубиной 3 метра и вот ждут кто как как из этого выкрутиться ты знаешь об этом упражнении наверняка да да слышу по крайней мере вот и выживают те кто собственно и применяют креативное же мышление они опускаются на дно ждут пока у них есть воздух отталкивается одна всплывают за новым за новые порции воздуха и так несколько раз они эти шесть минут могут продержаться ну это я могу рассмотреть как пример креативного мышления как пример системного мышления например извини за тавтологию например пример как креативное это можно воспринять как инструмент инверсия все хотят вверх а я хочу вниз дает ли мне на что-нибудь до инверсия безусловно и один из инструментов креативного мышления а что будет если сделано наоборот и да это интересно как можно рассмотреть как пример системного мышления какого ресурса не хватает мне когда я связаны в воде например можно ответить на этот вопрос так что мне не хватает опоры или мне не хватает энергии и не хватает наверное опоры все-таки до чего-то от чего можно оттолкнуться где это есть поблизости о это же дно и тот и другой путь размышления приводит нас к одному и тому же ответу что нужно опереться на дно и оттолкнуться ну то есть нужно опускаться вниз вот наверняка просто тоже я не расстраивался не ты не слушатели наверняка еще 15 способов прийти к тому же самому решению в этом смысле неважно как пришел любой и всплыл и про количество способов кстати у противоречия да по моему около 40 видов например одного противоречия в трите теории решения изобретательских задач которые очень люблю и активно преподаю и заношу бизнес я один из амбассадоров этой методологии да есть 40 инструментов разрешения противоречий но если уж ты про них заговорил прости скажу два лишних слова об этом а здесь мы как раз касаемся темы что половина ответа и половина идеи это правильная постановка вопроса или задачи для себя половина работы это найти раскопать сложное противоречие правильно его сформулировать и даже когда команда например в бизнесе проходит эту часть постановки задачи и приходит к выводу что нам нужны деньги вот на это и эти же деньги должны быть инвестированы во что-то другое вот она вот это наше противоречие вот 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 что не что не так а для этого еще надо докопаться зачастую если сформулировано поверхностно это не будет решено нужно копнуть поглубже и даже копнув и сформулировав противоречие большинство наверное команд если без поддержки без фасилитации они просто ну отступают говорят ну окей рубль один целей две сплетовать нельзя всего точка ну то есть либо туда либо туда пусть примет решение начальник ну и как бы все то есть думать дальше не нужно некуда думать нельзя один рубль расплетовать на две цели каждая весом в один рубль это просто невозможно поэтому мы как бы дальше думать отказываемся и вот с этой точки можно подключить способы разрешения противоречия которых действительно ну по районе 40 то есть формальных 40 и я этой цифры пугаю в хорошем смысле пугая провоцирую вдохновляю студентов говорю ребята а теперь у нас есть 40 способов это пришли 40 способ ты сказал волшебное слово деньги я прокомментирую а я же такой человек я в суровом инфобизе вот эти миллионы на инфопродуктах и прочее прочее я вижу много стопоров там но я еще вижу как некоторые сегменты бизнеса и инфобизнеса относятся с пренебрежением прямо скажу к креативному мышлению вот к термину точнее никак не соприкасаясь ни разу не посещая никакие курсы есть такая ну вот прям пренебрежение типа креативное мышление это там что-то выдумывают что-то такое это вообще не про деньги и тра-та-та давай можно быть грубым если что развенчаем вообще эту историю так а что здесь развенчивать прости что я грубый вообще мой вопрос и мой запрос показать кем бизнесом и тем людям которые считают что креативное мышление это не про деньги что она именно про деньги приведи пожалуйста примеры своих проектов или каких-то итогов в сессии фасилитации как решались вопросы и какие они приносили суммы в общем я сегодня горячо настроена продать креативное мышление как можно большему количеству умных людей хорошо я все-таки начну со своей любимой шарманки и это важно чтобы в этот ну с этим запросом к тебе ко мне кому-то еще не приходили люди которым это на самом деле не нужно если вы можете зарабатывать на так называемый ран деятельности зарабатывайте пожалуйста и действие и вы правы ничего не нужно ну то есть если вы нашли нефть у вас есть вышка вы можете вы получили разрешение и договорились с чиновниками что вы будете ее качать, и у вас есть рынок сбыта. Вставляете вышку в землю, качаете, добываете, продаваете, платите налоги, взятки и зарабатываете деньги. Вот все. Не нужно никакое креативное мышление. Серьезно. И поэтому эти люди правы. Они говорят, зачем у нас есть нефть, вышка и связи. Ну, как бы, ну, и так и есть. Поэтому не нужно. Не в каждой бочке затычка. Не в каждой нефтяной вышке затычка в виде креативного мышления. Вот. Креативное мышление вам понадобится, когда вы захотите изменить что-то, или будете вынуждены что-то поменять. Нефть будет заканчиваться. И давайте сначала международный кейс. Забыл, как называется. Морган, по-моему, компания, добывающая, если не ошибаюсь, медь. Лет 10, наверное, кейсу. В бизнесе, построенном на добыче полезных ископаемых, там большие инвестиции. Вначале, для того, чтобы новое месторождение раскопать. А потом, эта деятельность достаточно высоко маржинальна и высоко рентабельна. Поэтому, когда истощи, да, и каждая следующая при этом тонна добытой руды, она стоит дороже. И по мере истощения шахты добывать, ну, делать бизнес маржинальным и прибыльным все сложнее и сложнее со временем. Поэтому берут, бросают старую шахту, приключаются на новую. Попала компания в ситуацию, при которой денег на инвестиции, на новые, на открытие новых месторождений, на запуск не было. А старые месторождения истощались и становилось все дороже добывать каждую следующую тонну. Что делать? Это, ну, вот прямо ситуация, которая может очень плохо закончиться для бизнеса. Это экзистенциальная опасность для бизнеса. Креативное мышление, которое было применено и что, собственно, ребята придумали. Они захотели пойти в обратную сторону и попробовать повысить маржинальность существующего, но уже бедного месторождения. Для этого они решили не добывать больше, там неоткуда больше добыть, они решили добывать меньшими усилиями. Они затраты на добычу каждой следующей тонны руды или там уже меди, неважно, максимально снижать. И главным инструментом, который они для этого выявили, это инструмент обратная связь. Они обвесили датчиками все, каждого рабочего, каждый ковш, каждую дрель, я не знаю, что у них там было, каждую ступеньку, лестницу, они все обвешали датчиками и собирали огромное море информации. Это кейс Макинзи, кому интересно, может его почитать поподробнее. И на основе кратно большего объема обратной связи и данных, которые они получали от обратной связи, от каждого действия, которое они производили, они сумели выявить потери и в итоге это кончилось тем, что они на 10% заработали больше с этой шахты, чем с обычной. Это по местным, по меркам этого бизнеса, это огромная дополнительная прибыль. Совершенно непредсказуемая и не заложенная ни в какой пианели. Здесь креативным мышлением является, во-первых, попытка решить задачу непривычным, а прямо скажем противоположным от привычного способом. Не бросить инвестировать в новое, а продолжить добывать в старом месте. Второе, это гипербола, это не просто сбор обратной связи, а сбор кратно большей обратной связи. 10, 100 раз больше данных и их обработка. Вот применение двух этих инструментов мышления дало огромную, ну то есть исчисляемую, не знаю, десятках, миллионов долларов дополнительную прибыль. Соответственно, и на занятиях со мной мои студенты, там это обычно бизнес-команды, мы делаем ровно то же самое. Мы берем какую-то сложную бизнес-зенфичу, потом рассматриваем ее с точки зрения сначала привычных решений, убеждаемся, что привычные решения нас не устраивают, и после этого начинаем перебирать, например, карточки Борэффект, которые когда-то были моей книжкой, которую дядя, а потом стали карточками, такими практическими прикладными карточками Борэффект, их сейчас 28, и каждая представляет собой определенный креативный прием. То есть там прям черно-по-белому я подсказываю бизнес-команде, я говорю, а что, если добавить много обратной связи от системы, кратно больше, что будет? А что, если мы начнем делать обратное? А что, если мы негативное явление, с которым мы столкнулись, еще больше усилим? Вот есть забавная история, которую я очень люблю, про доктора Боткина. Он к нему хотел пойти лечиться, какой-то значит мануфактурщик пожилой насквозь больной, просто загибается уже, товарищ, денег много, здоровья и жизни уже не осталось. Боткин ему сказал, придешь ко мне пешком, а он в Крыму, что ли, в клинике у него была, а этот товарищ, что ли, в Москве, то ли, в Питере, в общем, короче, большое расстояние их разделяло, и Боткин ему сказал, лечить тебя буду, если дойдешь пешком, без там, значит, помощи, без денег, без всего, просто вот, бери, значит, котомочку, и ко мне шуруй. Ну, тот что делать, встал, пошел, не знаю, сколько он добирался, несколько недель, наверное, важно, что пришел здоровым, уже лечить было нечем, то есть, клим клином вышибают, что это за подход? Это, безусловно, у меня он называется кровопускание, сделать проблемные зоны еще хуже, не помогать, да, делать что-то, да, а наоборот, уменьшить, либо в уме, либо в реальности взять и уменьшить, например, ресурсы, которые есть у бизнес-системы. Последнее, наверное, здесь расскажу, пример, личный кейс, студентка из Большого Зеленого Банка, получил разнарядку, что она должна сократить количество сотрудников на 25, предположим, процентов, все имена и цифры условные, получила задачу сократить на 25 процентов свою команду, но она в это время обучалась у меня, так, так сложились звезды, и мы проходили определенное количество инструментов, и она говорит, я решила применить вот инверсию, а, ну такая инверсия гипербола, резкое ухудшение того же самого, беру проблемную ситуацию, делаю кровопускание, я, говорит, себе представила, а что я буду делать, если я сокращу на 90 процентов свою команду, а не на 25, и села просто и расписала, как будет выглядеть ее работа конкретно, по шагам, как это будет все устроено, структура департамента, там и так далее, если она сократит 90 процентов людей. Так вот, в результате ее размышлений, где-то, наверное, два вечера у нее ушло на это, насколько я понимаю, она сумела так все придумать, что она сохранила всех сотрудников, продала это сохранение наверх, сохранила всех людей, у всех сохранились рабочие места, заслужила плюшки от начальства, чистая совесть, рост бизнеса, все дела. Звучит близко к магии, вот прям. Никакой магии. Для меня это высшая степень комплимента, когда выглядит как магия. Любая технология, доведенная до совершенства, да? Понятно, да, я это люблю, но фактически здесь магии нет. Много времени и инструменты мышления. Класс. А у Водкина, кстати, прием чисто шаманский, чисто духовных наставников, они же прятались вообще так далеко, что до них, если человек доходит, то это уже приходит другой человек, такая фраза. Ну, прям, я снова к своей любимой мысли, что креативность нас сопровождает и помогает вообще выживать независимо от наших конфессий, концепций и прочего-прочего. Вот. Ну, конечно, только все равно вот в большей степени помогает, конечно, достигать больше и вылезать из ям, в этом смысле выживать, да. А выживать вот в смысле плейн, вот так вот, так как на равнине, можно и без креативности, мне кажется. Скажи, пожалуйста, я все болею за инфобизнес, вообще инфобизнесу нужно ли заниматься, изучать, применять? Опять-таки, если у тебя скважины, не нужно. Там нет сейчас скважин особо. Если нет скважины, то будет потеря и забвение. Чтобы этого избежать, да, конечно, нужно использовать приемы креативного мышления в бизнесе, но это так же, как любому другому бизнесу, нет никакой разницы. В какой-то момент ты понимаешь, ну, все развивается по С-образной кривой во вселенной. Ну, все не все, но долгое, да. Вот. И, конечно, ну, сначала ничего у тебя нет, и никто тебя не слышит, не видит. Потом точка бифуркации, у тебя начинается рост. Во время этого роста все бизнесы проходят одни и те же стадии. Там, ура, оно работает. Ура, я знаю, как на этом зарабатывать. Ух ты, я знаю, как зарабатывать больше. Ух ты, я знаю, как масштабироваться. О, я могу даже и не работать. Ой, все делают за меня, а деньги по-прежнему идут. Но там всегда есть точка B, вторая точка бифуркации, после которой ты уже мертв. Тебе кажется, что еще все хорошо, все как будто бы работает, умпа-умпы твои бегают, но на самом деле все, фабрика уже никогда не будет больше, чем она сейчас твоя. Поэтому до этой точки B где-то нужно начать изменения, нужно начать change деятельность и disrupt деятельность. Никто практически вовремя не начинает этим заниматься, потому что упоение от успехов. Вот. Всегда привожу из бизнеса пример того, что вот Facebook купил Instagram. Сделал это на излете в последний практически момент, когда можно было это сделать. Но все-таки сделали. То есть новую систему, в которую можно переложить часть ресурсов, и которая дает тебе новую жизнь, можно успеть купить. Вот. Но лучше, еще лучше сделать самим. Вот. Так что вот как-то так. Правильно я понимаю, что, например, когда самый хмель от успеха, нужно бежать и заниматься, бежать с вопросами к тебе, например, креативным мышлением. Скажем, давай, шире. Думать над новой лодкой, какую ты пересядешь, чтобы жить дальше, в следующем цикле, нужно где-то между зонами, что я перехожу к масштабированию, где-то вот в скорости, после того, как ты начал масштабироваться и понял, как это делать, вот после этого нужно начинать думать над change и disrupt. Change – это деятельность, направленная на изменение существующих бизнес-процессов. То есть у тебя есть ран деятельности, то, что приносит тебе деньги. Ты выступаешь, заливаешь видео, размещаешь рекламу, у тебя идет поток денег. Это ран. Change – это когда ты то, что у тебя есть, то, что приносит деньги, стараешься сделать лучше. Например, снижаешь там себестоимость или занимаешься масштабированием. Это change деятельность. Вот. Но еще нужно не забывать про disrupt. Это вот другая лодка. Как ты будешь зарабатывать деньги в совершенно другом цикле, когда будет другой рынок, другой рынок. Тогда это очень похоже на нашу сегодняшнюю действительность. Как мы будем зарабатывать, если все изменится, если запретят там какие-то соцсети. Например, да? Ну, вообще все. Или изменится, или еще что-нибудь запретят. Это же подходит под критерии? Это более чем подходит. И как раз в Сберии один мой студент сказал, после двух дней обучения в корпоративном университете, подошел, сказал, говорит, Иван, вот я сегодня понял, что если бы этих кризисов не было, им бы стоило выдумать. Вот. Ну, не в том случае, что он кровожадный, вот, и жаждет боли для всех, а в том смысле, что именно эти кризисы дали пинок, который позволил совершенно пересмотреть деятельность и зарабатывать в новом цикле людям. Так и есть. Поэтому выдумываем. Выдумываем себе мыслительные черных лебедей до того, как они прилетели. Это, конечно, часть креативного подхода. Придумать, а что может пойти не так. Или наоборот. А какая возможность может открыться для тебя неожиданно? И тогда она откроется для тебя не неожиданно. А может быть, даже и в каком-то смысле притянется. Ты будешь уже готов, например. Именно, да. То есть ты когда готов, ты видишь эти возможности. С твоим комментарием по поводу какой ресурс с тонущими морскими котиками, я прямо меня инсайкнула, честно говоря. Я себя выписала, потому что, ну, первый ресурс, который приходит на ум, это воздух. Всем известный. А они же есть те, которые мы не видим в первую очередь, ну, по какому-то привычному сценарию рассуждаем. И превыдумывать черных лебедей, это прям огонь-огонь. Класс, класс. Да. Вот в таких вопросах мы, собственно говоря, и занимаемся. Почему креативное, системное или системное креативное мышление это всегда размен времени на идеи. Вот как придумывать без времени, когда не придумали. Извините за эту татологию. Я сейчас работаю над проектом, которым чат GPT будет немножко в каком-то смысле креативить за нас и экономить нам время. Но пока мы думаем сами и рассматриваем сами всякие разные варианты, размышляем своей головой, нам нужно довольно много времени. Процессор достаточно медлен в голове. Тем более, что креативность это всегда перебор рассмотрения большого количества вариантов. И вот в твоем комментарии мне видится следующее. Сидят, сделали мозговой штурм. Обсуждаем, как нам быть, если нас бросили в воду и мы тонем. У одного человека в голове будет картина, при которой ресурс, который нужен это воздух, а цель это жить или победить в испытании. Для другого человека ресурс это опора, а воздух это цель, а не ресурс. И вот если они между собой не договорятся, то есть в принципе ничего страшного нет. Можно рассмотреть задачу с разными границами системы. Если граница системы это я в воде, это одна история. Если нас тут тренируют котиков, это другая система и будут другие. Можно, например, можно притвориться утонувшим, тебя вытащат и ты через 6 минут говоришь опа, а я же живой. И это тоже в общем решение. Ну, ты же жив, нужно было выжить 6 минут, но ты же выжил. это тоже решение. Но ты другой системы. Ты системы под названием турнир или тренировка котика. А если система это ой, тону, это другая система. И там будут все элементы, которые в ней есть, будут играть другую роль в нашем размышлении. Соответственно, когда два отдельных человека решают две отдельные задачи и они сконфигурировали себе по-разному, ничего нет страшного. Но если эти двое сели за один стол и стали проблему обсуждать или, не дай бог, еще сразу накидывать идеи, может ничего не выйти. Этот мозговой штурм может пойти, ну, как бы, провален. Огромное количество бизнес-команд считают, что мозговые штурмы не работают. Они уже стали в последнее время более осознанными и перестали говорить, эти ваши мозговые штурмы не работают. Стали говорить, у нас не работают или мы не умеем. Это гораздо ближе к правде. Вы действительно, скорее всего, не умеете их готовить, если они вам не нравятся, не дают вам эффекта. Очень важно, чтобы оба участника мозгового штурма договорились о том, в какой системе, какая проблема, чего мы хотим достичь, какое решение будем считать хорошим, и после этого принимались за генерацию идей. Вот на это уходит время тоже. И это то, что фасилитация, да? Что мы называем? Да, и это то, что мы называем фасилитацией. Ну и участников может быть больше, чем два мозгового Конечно, конечно. Желательно, чтобы их было не больше пяти, шести. Потом уже сложно успевать всех выслушивать, сложно вытаскивать мучунов. вот пять-шесть человек в команде, которые желательно мультиэкспертизна. Вообще фасилитация потрясающий, огромный пласт человеческой деятельности и знаний. Обожаю этим заниматься, все время как будто этому учу, сам тоже все время фасилитирую. это удивительное день, когда на твоих глазах прорастает. Это что-то вроде как когда художник рисует, у тебя сначала у него белый лист, и потом вдруг там начинает появляться изображение, тоже с родной магии. Вот здесь некий пустой лист, пустой стол, а на нем начинают появляться решения. Это круто. А в твоей практике сколько времени, например, может занимать качественный такой сеанс, сессия, фасилитация нового штурма, чтобы эти решения появились? Ну, в любом случае нужно по крайней мере два часа. То есть лучше меньше, чем на два часа не собираться. Ну, вот полтора, если рука набитая у людей, и задача действительно сложная, просто если задача не сложная, то можно вообще обойтись. Вот. Но если задача сложная, то, конечно, тогда имеет смысл включать дополнительное какое-то время и собирать людей. Два часа – хороший срок. Я сейчас пытаюсь цинично, как рекламщик, как продажник, посчитать, за сколько времени можно решить какую-то ну, прям сложную проблему. То есть два-три часа и реально можно сгенерировать решения, варианты. Фасилитация – целый мир. Там очень много всего. Например, участники должны приходить подготовленные. У участников должны быть удобные и комфортные им роли. Они в этих ролях должны знать. Время на подготовку. Мы же не включаем два часа, но тратим. Дальше. С мозгового штурма выходят люди с сырыми идеями, никогда с проработанными, потому что не нужно прорабатывать на мозговом штурме ничего. Это должны делать эксперты в тиши кабинетах сесть поодиночке попарно и поработать. Брэнсторм – это машинка по производству сырых идей. Поэтому после этого есть еще доработка, тестирование, создание, не знаю, там, пилотов, описание гипотез и так далее. Эта работа делается вне мозгового штурма. Ее тоже можно добавить. Но чистого времени сели, подумали и отфильтровали пару-тройку сырых идей, которые нам больше всего нравятся. Да, я считаю, что два часа достаточно для решения вообще любой проблемы. Если мы пришли готовые. Готовые. Просто бежать срочно на такие креативные сессии. Каким бизнесом рентабельно что ли заниматься? Ну, возвращаемся к самому первому наступлению про то, что если у вас глубокая яма и надо вылезать, либо у вас все нормально, но у вас есть большой челлендж. Вот. В обоих из тех случаев, то есть если вот я уже не помню, как в школе это назвали, модуль или модус, ну, в общем, короче, если этот отрезок длинный, он не важен. Направлен, да, отрицательный, он положительный, не важно. Если этот отрезок стрелочка длинная, то имеет смысл решать задачи с помощью креативного мышления, фасилитации мозговых штурмов и так далее. Если говорить более узко, чем выше конкуренция, тем больше вам это все необходимо. Это раз. Второе. Чем сложнее ваш рынок, все рынки сложны, но есть рынки с отягощением. Например, тебе это будет близко рынки, например, алкоголя, сигарет или медицинские рынки. Рынки близко. Близко, как маркетологу и рекламщику в этом смысле. Я такими как раз нишами не занимаюсь, ну, в общем, я подумала, да. Да, 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 я не ниша тебе близка, а, например, из маркетинга. Вот, есть серый рынок и серый маркетинг и, ну, прям, ну, очень сложно что-либо придумать. Вот. И там без креативного мышления обойтись просто невозможно. То есть, это рынок с отягощением, с запретами, в данном случае, с рвовыми. Кто еще? Абсолютно новые рынки. Наоборот, очень старые рынки, на которых хочется что-то сделать. Рынки, на которых назрела инновация, и либо вы это сделаете, либо кто-то другой, и тогда он вас съест. Рынки с нехваткой какого-то ресурса. Категорически, да, когда чего-то категорически не хватает. Ну, вот. Это все приметы ситуации, когда вам нужно брать фасилитатора, брать наиболее думающих, ярких и небезразличных людей, собирать команды, начинать менять, заниматься инновацией. Так, супер. У меня еще один вопрос из армии пренебрежения. Говорят, что искусственный интеллект скоро заменит всех, и вот такому креативному мышлению учиться бесполезно. У меня есть свои комментарии на этот счет, но я бы тебя послушать хотела. что мы имеем сегодня? Сегодня, я именно вот за сегодня могу обучаться, то, что мы сейчас называем большие языковые модели, креативить не могут. в нужном нам смысле, в бизнесе, креативить не могут. Они обладают системным мышлением, они могут подобрать кейс, описать его, переписать, дать какой-то совет, разложить это все на шаги, на план действий и так далее. То есть, существующей информацией обрабатывать, переструктурировать существующую информацию, они справляются с этим замечательно. И нужно им это все отдавать, на мой взгляд. креативить в смысле человеческом, перенести, соединить вещи, которые до сих пор никогда не соединялись, это получается с трудом. Я поставил много экспериментов. Я хочу вырастить такой чатик GPT свой, чтобы он креативил. Это огромная сложная задача и что-то получается благодаря большому количеству промптов с моей стороны. То есть, цепочка промптов приводит к тому, что чатик что-то выдает. Более-менее толковый. Как только я сумею это сделать, как только я научу его, например, пользоваться карточками Бур-эффекта, выдавать качественный результат, я считаю, я надеюсь, что заработаю достаточно много денег на это. По крайней мере, я вот в этом управлении копаю. Это на момент сегодня. На момент через год может быть что угодно. Абсолютно что угодно. Я принадлежу к техно-оптимистам, то есть, я верю в то, что развитие идет экспоненциальное или гиперболическое. Это чем-то отличается. Я не математик, но я знаю, что чем-то отличается. Но, в общем, это линия, набирающая скорость, отправляющаяся в потолок. Я верю в технологическую сингулярность. Я верю в то, что это принесет избавление нам от наших ключевых человеческих болей. Прежде всего, социального свойства. Так что, я техно-оптимист. Другое дело, что, да, это будет сопряжено, скорее всего, с тем, что все будет сделано за нас. Да, поэтому я сейчас начинаю задумываться, вот с прошлого года, с прошлой весны, я задумываюсь о том, а какие продукты, на чем я могу зарабатывать на таком, что меня чатик не заменит. И идей не так много. А я в этом смысле, наверное, оптимист какой. Я отвечаю на такой комментарий, что люди, которые умеют пользоваться искусственным интеллектом, заменят тех, кто не умеет пользоваться. Ну, я все равно ставлю человека выше, чем искусственный интеллект и нейросети. Понятно. Как-то так. Ну, то есть кто-то, кто решит, что не надо учиться, он будет потом работать на тех, кто когда-то решил научиться и теперь впереди планеты все. Так примерно. Моя гипотеза. Ну, я согласен здесь с тем, что нас ждет расслоение по Стругацким. Да, на две неравные группы. И, безусловно, мышление это, наверное, один из критериев. Способность мыслить. Так, хорошо. А если не в бизнесе, а в жизни, как это может пригодиться? Креативное мышление, вот эти все сложные. У меня же на минуточку, у меня твоя книга всегда по-другому. Это прекрасно. А, еще, кстати, про то, что я в долгу перед креативным мышлением. Я использую себя буквально в бизнесе, создавая украшения, и я не знаю, как это работает. Например, я могу сходить на оперу, условно, Евгения Нигин, и это вот история, как я сходила на оперу Евгения Нигин и придумала серию украшений по импрессионистам. И вроде бы никак не связано. Как это все складывается в голове, я не знаю, но я признательна глубоко этому инструменту. Да. если ты умеешь думать, ты думаешь по поводу всего. То есть, используешь это везде, где тебе нужно. Как в отпуск, хорошо съездить, украшения сделать или денег заработать. Поэтому, ну, мозг, он вообще один и тот же. Один и тот же. Мозг решает все задачи. Если он у тебя накачан, и там есть правильные паттерны, выстроенные, то ты можешь решать любые задачи. Вот. Поэтому здесь нет никакого такого разделения. Учиться нужно просто для того, чтобы думать, быть счастливым и успешным, а не как бы для решения только своих бизнес-задач. Поэтому тут, наверное, более-менее все понятно. То, что произошло с тобой, это пример как раз синтеза. В голове каким-то образом две далекие друг от друга области сложились вместе. это происходит с людьми регулярно. Ну, я не обесцениваю твое открытие. Я имею в виду, что это нормальное свойство человеческого мозга. И вообще мы способны к синтезу постоянно. В этом нет ничего экстраординарного. Просто этим нужно управлять. Я недавно, ну как нужно, можно управлять и вызывать это состояние предсказуемо по запросу эту музу вызывать, а не, так сказать, радоваться, что, ой, это случилось, как это было неожиданно, как приятно. Можно и так, но можно и по запросу. То есть муза, условно говоря, должна всегда брать трубку, когда ты ей звонишь, а не когда ей хочется. Вот. Я однажды сформулировал это в таком виде, дарю, может быть, кому-то понравится эта формулировка, перестать говорить «мне в голову пришла мысль», а начать говорить «я привел в голову мысль». вот это управление мышлением, когда мы целенаправленно приводим в голову мысль. Даже если речь идет о подключении бессознательного этого огромного компьютера, который мы не контролируем, но это наш компьютер, это мой компьютер, это не я пристегнут к огромному компьютеру, который я не могу ни увидеть, ни пощупать внутри себя, а это он пристегнут к моему рациональному мышлению. Вот к этому, мне кажется, нужно стремиться. Нужно. И я сразу вспомнила, я с 20-го года проверила почти уже 2000 домашних у студентов, которые с бизнесом приходят продвигаться в соцсетях и прочим. Да, и ты не представляешь, какая, насколько общая больная проблема у многих которая звучит «я не знаю, что писать в блог, я не знаю, о чем рассказывать». Это же та самая муза, которая должна брать трубку по нашему велению. Про этот ты говоришь? Да, и для этого есть фреймворки. Например, у меня есть фреймворк, ну не то, чтобы он прям оформлен, просто это такая метафора, которую я часто использую, мы берем Миро со студентами, кладем туда, помните этот сейчас не будет открытия Америки, сейчас будет очень простой инструмент, не хочу никого разочаровать, однорукий бандит, игровой автомат такой, у которого эти там пятерочки, сливки какие-то, значит, яблочки вываливаются, да, вот там, предположим, три полосы, и каждый, да, и три барабана, и каждый останавливается на случайном, на случайной точке, и это либо что-то сложилось интересное, либо не сложилось, вот этот подход можно применить, это будет как раз синтез, только управляемый синтез, на первый барабан вешаем, например, жанр нашего поста, если мы говорим про то, что я не знаю, о чем писать, или как писать, или так, вот, берем жанр, записываем комедийный, трагедийный, обучающий, какой-то еще, какие-то жанры, берем, вешаем на один барабан, их там штук семь, например, у нас разновидности жанров, на второй барабан вешаем, например, темы, берем семь разных тем, которые близки и понятны, вешаем семь тем на второй, как бы, барабан, на третий барабан вешаем, например, формат, интервью, видео, аудио, текст с картинкой, просто картинка, интервью, жанры, ну, не жанры, форматы, в котором это можно делать, и начинаем крутить барабан, просто закрываем глаза, берем, не знаю, хоть бумажки вытаскиваем, ну, чтобы имитировать этот барабан, берем одну случайную бумажку жанр, одну бумажку тема, и одну бумажку формат, и смотрим, что получилось, нам нужно, например, рассказать комедийно про собаку в жанре интервью, и я сейчас приведу пример для инфобиза, который будут смотреть наши коллеги, это, например, может быть продающий пост на одной из болей аудитории и в формате, например, интервью с экспертами. Или зарисовка, или музыка, песня. Да, или вообще вирусный какой-нибудь. Да, сначала вы набиваете руку на простых темах, простых форматах, простых жанрах, а потом вы усложняете себе каждый из барабанов. Жанры становятся сложными жанрами, трагикомедия, или рефлексивный дневник, или что-нибудь такое. Потом, значит, в этих темах вы берете какие-то сложные, сложно устроенные темы, вторичные, третичные, если основные проработаны. А на третьи форматы тоже берете что-нибудь посложнее. Ну вот, например, там, не интервью, а обратные интервью, когда вас кто-нибудь спрашивает о чем-то. Какой-то товарищ. И опаньки безграничные, безграничные. Это семь, как что там, семь в третьей степени. Тем у вас каждый раз есть. Как минимум. А если там четыре будет этих барабанов, то семь в четвертом. До свидания еще больше. Бесконечность не предел. Это очень простая техника, построенная на синтезе. И чем более сложно соединенные вещи вы берете, тем сложнее прийти к решению, но зато тем интереснее оно будет. И тем больше, скорее всего, откликов вызовет у читателей, у аудитории, потому что мы же так устроены, что любим всякие парадоксы, противоречия и прочие штучки. Есть когнитивные искажения, что мы уделяем слишком много внимания новому, необычному и считаем, что оно важнее. Хотя на самом деле это не так. Но в общем, это когнитивные искажения можно использовать. Да. А еще из искажений, как мне кажется, которые мешают, это вот эта постоянная фраза от людей «я не узнал ничего нового», мне там ничего нового не рассказали. И например, когда я, что я заметила, когда я слышу такую фразу, то это наверняка значит, что человеку надо перестать слушать новое, а начать внедрять, ну прям, перейти на уровень действий. Интересно. Да, наверное. Наверное. Я бы, ну, я слышу иногда такую обратную связь, конечно же, тоже. Нужно подразобраться в причинах, почему, почему именно ему так кажется, ну, или такой у него результат. Нового не услышал. Вот. И разобравшись в причинах, мне кажется, могут быть разные инструменты, что дальше ему делать с этим. Как жить-то дальше. А инструменты креативного мышления, они направлены в будущее, да? Не в анализ причин, почему, что и как было. Им интересен результат, который впереди нужно получить. Правильно я понимаю? Ну, это про созидание, конечно. Но когда мы говорим про созидание, то есть про создание, в этом смысле будущее, конечно. Но когда мы говорим в принципе про системное мышление, оно обязательно включает в себя методы анализа. Вот. То есть мы должны разложить, понять, что перед нами. Но это опять же, если двигаться в европейском таком культурном канале, вот, то разложить на элементы, докопаться до причин. Вот. Если вам ближе восточный взгляд на вещи, то, воборот, сформулировать целое, которое перед тобой и отказаться от анализа и воспринимать его как целое сразу. Вот. И из любой из этих точек можно начинать что-то делать новое. Просто как бы тогда европоцентричный такой, да, подход к креативности будет заключаться как раз в замене элементов, например. То есть если вы разложили систему на 10 отдельных как бы частей, то есть вы отдаете себе отчет, что они связаны. Но вы видите их по отдельности. Можете как бы их выложить, да, на лист перед собой. 10 элементов. Берете один элемент и меняете на другой. И смотрите, что у вас получается. Получается обязательно что-нибудь новенькое. Меняя маленькое, меняете целое. Вот. А можно двигаться, работая с целым. не разъем. Не разъять его на части, а работать с целым. Тогда интереснее смотреть, помещая в новые контексты. Вот. То есть целое, как наш герой, как объект, взаимодействует с окружающей действительностью. Если вы переставляете это целое, неделимое, неразъятое в разные контексты, вы можете увидеть совершенно новую какую-то функциональность, новый смысл, новые вызовы там какие-то, с которыми надо справляться и так далее. Ну вот. Как-то так. Так, супер. И, Иван, приближаясь к финалу нашего эфира, спасибо огромное. Можно ли еще каких-нибудь таких или хотя бы один прием как с одноруким бандитом для слушателей? Да, я останусь. Кстати, про как, может быть, сформулировать правильный вопрос и поставить задачу, чтобы ее было эффективно решать. А, карточки. Так. Да, скажу карточку. Наверное, не будет сейчас сложно сделать с моим блер-экраном. Сейчас страшно. Что-нибудь. Значит, во-первых, ну, давайте про постановку задачи два слова буквально. Про постановку задачи. Это половина успеха. Половина успеха. Постановка задачи, это тоже искусство, практика и определенные правила. Я могу из конкретных рекомендовать начать думать так называемой задачей. Задача это цель плюс барьер. Что мне нужно сделать при том, что мне что-то мешает. Как мне купить хлеба при том, что у меня нет денег. Или как мне накормить там, не знаю, ребенка при том, что холодильник пустой. Или он ничего не ест. Или что-то еще. То есть цель, выраженная в глаголе, вы хотите что-то с чем-то сделать. И барьер, который вам этого не дает. Так вот, если барьер низкий, а цель слабенькая, то никакое креативное мышление вам не понадобится. вы просто сразу поймете, что делать и пойдете делать. И если же барьер высокий, цель амбициозная, то без креативного мышления никуда. Это мне нравится. Ура! Это достаточно. Карточку случайную вытащу какую-нибудь и дам вам креативный инструмент. Давайте один сложный вот этот и один какой-нибудь простой сейчас найду. Ну, вот такой. Давайте с простенького начнем. Заморозка. Ну, он называется ледяные объятия. Когда случилось что-то непредвиденное и плохое, мы все пытаемся это исправить. Вернить как бы или там ой-ой-ой, не хочу, не хочу, хочу, чтобы было хорошо, а мне сейчас плохо или бизнесу плохо. Эта карточка перестраивает наш фокус внимания на то, чтобы не стало хуже и нам нужно предпринять усилия, чтобы ситуация не ухудшалась. И когда мы этого достигли, ну, придумаем, это первый шаг, что сделать, чтобы она не ухудшалась. Потом посмотреть, какие конкретно негативные аспекты или негативные результаты дает эта ситуация в ее плохости. То есть хуже уже не становится, но она некая дурная система производит некий дурной результат. Что я могу делать с этим дурным результатом? Или его продать, превратить его в хороший, извлечь какую-то косвенную пользу, имидж нарастить, научиться чему-то. То есть эта карточка сначала про принятие, что я принимаю, что негативные эффекты будут продолжаться. И что я могу с этим сделать себе на пользу, на пользу себе и своему бизнесу? Это совсем другой вопрос, а не тот, который пытается решить наше быстрое мышление. Ой-ой-ой, верните назад. Как раньше, уже не будет. Вот пример креативной техники избор эффекта. Это простенькое. Ну, в том смысле, что две минуты подумать надо и три минуты, и уже будут идеи. А вот посложнее. Я бы даже сказал, что это одна из самых сложных карточек. Называется сказочный. сказочник предполагает, что мы не видим каких-то решений. Ну, это всегда так. Мы не видим решений из-за паттерна. Наши собственные ограничения не дают нам увидеть решение. Так вот, чтобы избавиться от ограничений, один из инструментов это представить себе, что это неправда, что это игра или сказка. И эта карточка описывает подробно по шагам, как написать сказку про вашу ситуацию. То есть какой-то вызов. Представь себе, что он стоит не перед тобой, не перед твоим бизнесом, а перед неким лирическим сказочным героем. Какой-то Иванушка должен сделать нечто похожее, но сказочное, что нужно сделать тебе. у него нифига нет ресурсов, сплошные барьеры и трудности. И он также растерян, ему также сложно. Он направляется в путь, и в этом пути у него есть помощник, у него есть какие-то волшебные ресурсы, появляются волшебные свойства, он добывает волшебные артефакты. Что это за артефакты, что это за помощник, как бы он решил в волшебном мире свою волшебную нерешаемую задачу. Не обязательно ее даже писать, но ее можно хотя бы вслух проговорить. Главное выйти на волшебные артефакты, которые помогают. А потом обратный скачок в реальность. Окей, в сказке мы решили вопросик, порешали. А чему, каким реальным действиям в реальном мире соответствуют эти артефакты? Волшебная палочка это что? Или серый волк, на котором мы доехали? Это что? Пирожар птицы, а что это такое? Чему мне решение? Эта техника посложнее. нужно минут 15-20. Ты сейчас описала мою любимую технику, которую я с детства интуитивно использую. Я как человек очень ленивый. На меня работают только вот такие истории всякие игромеханики и прочее. Я обычно представляю, что я участвую в чемпионате мира на как можно быстрее сделать как можно больше задач наименьшими ресурсами. И тогда меня например сейф-ноты не парят. Тогда я как бы в это играю. У меня тогда еще вопрос. Я знаю эту методику, я у тебя ее или прочитала, или где-то на интенсиве, который я проходила, слышала. Как двинуться с места, если ступор? Если например много проектов или много задач, и прям как сдвинуться из этой мертвой точки? Ну, прости, вводную много задач принять не могу, потому что в любом случае нужно освободить мозги и время, раз уж ты собралась что-то решать. Увы, придется найти время, сесть спокойно с утреца, выпить кофейку, собрать людей и так далее. То есть это по-любому, это минимальные условия. Вот. Поэтому то, что я говорю во всех больших корпорациях, я говорю, ребята, пока вы себе не выжрите время, не выглядите зубами, время, надуманье, ничего не изменится в вашей жизни. Ничего. Запугиваю всячески в этом плане. Вот. Теперь возвращаясь, если у нас есть время и фокус внимания на задаче, но при этом есть ступор, что может сдвинуть? Конечно, все всегда вспоминают и правильно вспоминают про насмотренность и кейсы. Кейс может сдвинуть. Как кто-то где-то что-то решил. Похоже. Да. Нужна насмотренность, нужно пересечить, поискать, попросить кого-то, чтобы принести, подсказать и так далее, почитать, показать, посмотреть видеоролики. Вот. Это первое. Самый простой способ это что-то посмотреть и начнут приходить идеи в кухон. Второе это экстраординарный вопрос. Вот здесь нужен фасилитатор. Ну, или кто-то, кто берет на себя эту роль. Экстраординарный вопрос. Вот, например, такие инструменты, мой не единственный на рынке такой, но такие инструменты как раз призваны сыграть роль фасилитатора задать экстраординарный вопрос. А что, если мы не будем решать задачу? у нас увольняются люди. Беда. Как остановить увольнение? Неправильный вопрос. А что, если подумать по-другому, как строить бизнес, при том, что люди будут продолжать увольняться? Это совсем другой вопрос. А это объявить независимость? Например, новый вопрос заставляет течь мысли по-новому, и ступор проходит. Но есть еще один, не то чтобы это инструмент, но это важное условие отсутствия ступора. Это безопасность вашей встречи. Состояние безопасности, когда ящерка наша внутренняя и лимбическая наша система чувствует себя спокойно. И неокортекс может работать на полную мощность. Можно говорить глупости, можно произносить сырые полупрожеванные идеи, можно ошибаться, можно сказать ерунду. Вот. Это сложно. Наша культура против всячески. Чистая правда. Опять же, подтверждаю, благодаря проверке этим двум тысячам домашек, многие, большинство людей так боятся сдать даже на проверку куратору домашку не идеальную, хотя они пришли изучать вообще впервые предмет, и они ожидают от себя идеальности в первой же домашке, в предмете, в котором они ничего не понимают. Ну вот, насколько это все ошибки как бы у нас не приветствуются. Да, 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 это проблема. И проблема, и я за это в том числе, но за то, что в креативном мышлении эти ошибки поощряются, и это какая-то среда, где можно из ошибок условных создать что-то прекрасное, офигенное, я снова благодарю креативное мышление, и вообще всех тренеров, которые эти инструменты дают и несут. Вот. Спасибо огромное Иван за эфир. Спасибо, что пригласила. Вот, если есть какое-то напутствие нашим слушателям и зрителям, еще не дошедшим до креативного мышления, или уже идущим к нему, пару слов. Пробуйте просто, потому что это просто тупо кайфово. Это просто очень классно. то есть изобретать, придумывать, это вот как вот сесть, порисовать. Ну, не важно, что не умеешь, совсем порисовал, получите удовольствие. Особенно, если отключите оценку. Не за оценку рисуем и придумываем, а просто для процесса классно. Тогда процесс будет точно классным. Подсвеждаю. Это тупо классно, тупо приятно. Спасибо большое еще раз. Ура. Спасибо. До встречи. Пока.